Музыка Когда у меня возникает пауза в работе, я беру стулья старые, принесенные с помойки, и начинаю их переделывать. Вот здесь, например, стул Пита Мандриана. Если вы знакомы с его творчеством, то это именно одна из его картин, списанных мною. Потом я решила дать к нему сидушку тоже в стиле его картин. Еще у меня есть Казимир Малевич из Свежего. Вот он представлен. Там в глубине стоит стул Хуана Миро. Эд Рейнхард у меня находится, у моей знакомой. Сзади вас, например, авангардное течение. Русский авангардизм. Между прочим, кресло нашего художника Валентина Пурегина. Можете присесть. Спасибо. Удобно. Ну, мне нравится заниматься стульями. Мне нравится их шлифовать, шкурить, шпаклевать, потом перекрашивать, давать другой имидж, другую жизнь. Старые вещи, которые отжила свой срок и выброшены. Как ненужные. Она предназначена только к вывозу на свалку. А я могу дать ей новую жизнь. Причем такую жизнь, которая порадует меня самой и моих друзей окружающих. Это для меня тоже игра в конструктор, можно сказать. Хомо Луденс, человек играющий, я отношусь к ним. И вообще, когда относишься к каким-то вещам по-детски, наверное, или с игрой, играя в предметы, в краски, с людьми, с окружением, все становится проще и легче. Так что нужно больше играть. Оксана, то, что вы творческий и креативный человек, мы уже убедились, увидели на примере стульев. А что вы можете о себе еще рассказать важного и интересного в нескольких предложениях? Мне очень здорово повезло, что я встретила на пути двух людей, которые помогли мне, наверное, состояться как личности. Один русский художник, самарский, второй немецкий художник. Занимаюсь живописью, в первую очередь. Очень люблю коллаж. Для меня это способ медитации, отрешение от реальности какой-то неприятной, например. Видео я сейчас практически не занимаюсь. Я им занималась раньше, сейчас пока не вернулась, но зато увлеклась саундом. И собираюсь заняться этим практически профессионально в ближайшие 2-3 года. И делать уже исключительно только саунд-проекты. Скажите, а вам сложно быть креативным человеком? Или это то, что заложено уже сразу внутри? Ну, не знаю. Если она откуда-то прет, то она прет, и уже не остановишь. А если нужно быть креативным, а ты недостаточно креативный, тогда это сложно. Иногда бывает сложно. Иногда подключается какая-то интуиция. А как происходит вообще ваш процесс творчества? Что вы ощущаете в это время? Ну, не знаю. В психологии творчества столько пытались описать и понять, что это такое. По-моему, до сих пор процесс не полит. Потребность что-то делать и получать удовольствие от того, что ты делаешь от формы, от линий. Здесь у меня серия работ, которую я нигде не выставляла, поскольку делала исключительно только для себя. Это у меня был период спасения от депрессии. И он превратился вот в такие вот вещи. Все вот эти вещи я сделала за три дня или за четыре дня. Взбивала, сверлила, колотила. Ну, и показывать их, конечно, лучше на белом, потому что сейчас много шума сзади. Вот это мой дневник, мой самоанализ практически по Фрейду, где я пыталась понять себя, что происходит и так далее. Вот моя любимая сетка, сетка рабицы. Ну, опять же, вот фанера, которая предназначена была на выброс здесь, после ремонта. Вот я все эти куски как-то сбивала, перебирала, превратилась вот в такое. У них есть кое-какие мелкие названия, ну, как в работе, которые появлялись. А как вас характеризует любая из этих работ? Вы сказали, что вы анализируете даже себя, а что вот характерно? Вот это гильотина для меня была. Я не знаю, какая, наверное, оптимистичная гильотина. А вот это вот врата рая. Естественно, не религиозного рая, а какого-то моего внутреннего. Вот, а когда стали появляться вот такие вещи, они появлялись сами собой, я не знала, чем все закончится. Я подумала, что, наверное, у меня все не так плохо, наверное, еще не так драматично. Вот это более жесткая вещь. То есть я начинала с таких брутальных, жестоких вещей, я их видела потом. А потом понимала, что, в общем-то, ну, наверное, я излечилась, пока я красила. То есть, правда, говорят, что художник выплескивает иногда вот все, что копится, даже негативное. Наверное, поэтому я и не собираюсь ее нигде выставлять, поскольку это было нужно мне. Это было сделано исключительно для себя, не для выставок, не для проектов, не для заказчиков. Когда-нибудь, может, куда-то она пойдет, а сейчас пока просто стоит. Уже много лет. Оксана, а какой материал вы используете для своего творчества? Когда я нахожу какой-то интересный материал, я начинаю думать, что с ним можно сделать. И тогда приходят в голову какие-то идеи. Его расплавить или разорвать, или перекрасить, или приклеить. И уже потом в процессе приходит идея, как его можно сделать, чтобы сделать какой-то новый проект. Использовать в чем-то для выставки. Как, например, вам пришла идея использовать грамм-пластинки в своем творчестве? Я знаю, что у вас был и такой эксперимент. Я однажды увидела в своей сотруднице, что она делала цветочные горшки из грамм-пластинок. Это было лет 15 назад. И с тех пор я стала эти пластинки собирать. Думаю, что чего-нибудь я из них сделаю. Потому что просто долгое время не было никаких идей, что я с ними сделаю. А потом поняла, что мне нужно сделать просто имитацию еды, которая стекает с тарелок или выливается из чашек. Я начала их плавить. Но, между прочим, я не одна такая. Я уже видела несколько проектов с грамм-пластинками. Многие художники приходили к этой идее. Просто они у них реализовывались по-другому. У меня это приняло какую-то иную форму. У вас есть такой интересный проект «Цвет и лингвистика». В чем его суть? И как вам эта идея пришла в голову? Поскольку я занимаюсь цветом, я много читаю литературу для учеников и для себя постоянно на тему цвета. Я натолкнулась на одну любопытную вещь, где автор рассуждает на тему появления каких-то слов в русском языке и их развития. И вообще развития языка, когда слова рождаются, умирают и так далее. И после прочтения этой статьи я поняла, что действительно цветные слова, которые мы знаем, они не такие уж древние. У них совсем юные корни. Если про штудировать древнюю литературу, там слово о полку Игореве, там большое количество оценков серых, даже те слова или словосчитания, которые мы сейчас не употребляем. А вот красного почти нет и так далее. Я решила попробовать, как будет выглядеть литература, если вырвать из контекста определенные слова, влияет ли это на эмоциональность восприятия работы. Например, прочитывая какую-то комедию, мы испытываем одно состояние души, мы смеемся, читая драму, мы плачем. Передают ли цветные слова, отвечающие за цвет, вырванные из контекста вообще полностью всего смысла произведения, эпоху, стиль произведения, географическое расположение страны. И на 90% это срабатывает. Поскольку, например, как можно описывать пейзаж Британии, Лондона, и пейзаж Юго-Испании, Майорки. Естественно, писатели будут использовать разные слова, описывая состояние погоды туманного Лондона и жаркой такой майоркинской природы. А, вот, кстати, копался Кунан Дойф. Очень показательно. Я его очень люблю выставлять, поскольку он настолько четко демонстрирует британскую и лондонскую погоду. У него очень большие контрасты с Шекспиром, например, или с нашим Гоголем. То есть, если брать вот такие знаковые крупные фигуры в литературе из разных стран, то это получается полярные совершенно вещи, которые просто так не придумаешь. Причем одна из учениц была в Лондоне в музее Шерлока Холмса и сказала, что весь интерьер решен практически вот в этих вот колоритах, какие у меня получились после его рассказов. — А российские писатели, какими бы цветами вы охарактеризовали каких-то российских? — Ну, это же очень сложно, а у нас российская литература насчитывает столько лет. Например, Гоголь явно такой ярмарочный, сочный, сочные красные, сочные синие, яркие зеленые. У Чехова практически нет ни одного сочного цвета, он весь какой-то замутненный, матовый. У него зеленый встречается крайне редко. Если уж обращаться к символике цвета, в европейской символике цвета зеленый цвет надежды, то у Чехова нет этой надежды, у него нет практически зеленого. Потом кто еще? И современные писатели очень жесткие, рубленные. То есть, если у романтиков есть какая-то цветовая ритмика, цветовая орнаментика, то у современных сегодняшних писателей такой жесткий, очень четкий ритм. Очень интересно получился Венечка Ерофеев с его книжкой «Москва-петушки». Там получилась именно та железная дорога, именно вот эти вот бум-бум-бум-бум ритм вот этих вот колес, которые вот он описывает всю дорогу. И заканчивается она вот, получилось у меня по цветовым полосам, точно так же драматично, как заканчивается сама книга. В общем, мне доставляет удовольствие наблюдать результат. Я не знаю, чем это закончится. Я не знаю, как будет выглядеть картинка, когда я доделаю до конца. И только когда последняя полоса нарисована, я уже вижу результат. И когда это выстреливает, то есть, когда это получается в соответствии с моими внутренними ожиданиями, доставляет еще большее удовольствие. В свое время вы увлекались и фотографией, и видеоартом, но потом все-таки решили вернуться к живописи. Почему? Ну, наверное, я цветовик. Я могу заниматься любыми вещами, то, что мне доставляет удовольствие, но периодически я должна возвращаться к цвету, или у меня есть потребность возвращаться к цвету. Мне необходимо мешать краске, видеть их сочетание. Наверное, я без цвета уже не могу жить. Как вы ощущаете цвет? Из чего он состоит? Из чего состоит? Вы знаете, я недавно посмотрела фильм Питера Горенуэя, Рембрандт, и там в первых кадрах он задает вопрос своей жене. Послушай, а как бы ты описала цвет слепому? Ну, как бы ты описала, вот красный, а вот желтый. На что она отвечает? Ну, красный – это горячий, шероховатый, вибрирующий. Желтый, золотистый, прохладный, мягкий, мягко касающийся руки. Поэтому цвет можно описывать звуком, запахом. Собственно говоря, этими я и занимаюсь с учениками. Цвет и свет, они в неразрывной связи. Скажите, а как вы воспринимаете свет и какой свет любите? В зависимости от времени года. Зимой я нехватка желтого спектра, как сказал один мой знакомый. У меня потребность желтого, теплого. А летом, когда его переизбыток, необходим голубой, серебристый. А какие темы вы отражаете в своем творчестве? Что вам хочется выразить? Мне хочется выразить пластику цветовых пятен. Я не политикан, я не социолог. Я занимаюсь чистым искусством, наверное, можно так сказать. А в вашем понятии чистое искусство – это какое? Можно еще раз процитирую? Я недавно нашла в одной книге по истории искусств фразу о том, что передвижники слишком сильно увлеклись социальными проблемами, поэтому не создали своего художественного стиля. Так вот, создание художественного стиля лично для меня важнее, чем передать в работах социальные проблемы. Есть разные художники, кто-то занимается социальными проблемами, а я – нет. Наверное, поэтому и хорошо, что у нас много, и мы разные. Мы отражаем разные проблемы. Вы самарская художница, но выставляетесь из-за границы. Скажите, есть какая-то разница в восприятии ваших работ, в частности? Да, конечно. Наш зритель в подавляющем большинстве ждет все-таки реалистического изображения, чтобы хоть что-то узнаваемое было. Когда речь идет о объектах непонятных, незнакомых, то публика реагирует крайне отрицательно. Или, во всяком случае, меньше видишь любопытства. А та публика прошла через все возможные и невозможные образовательные измы. Если вы бывали в Европе и посещали какие-то крупные музеи, то там практически в любом музее любого города Европы можно видеть зал не то что Пикассо, а намного позже, в поздних периодах сидят на полу дети. С ними преподаватель из класса музейной психологии, музейной педагогики. И они проводят занятия на тему позднего Пикассо, раннего Пикассо, брака или кого-то еще из более позднейших. Они в форме игры очень доступно объясняют детям принципы современного искусства. Поэтому выйдя из общеобразовательной школы, они, собственно говоря, уже готовы к восприятию любых других течений, более поздних, более новых. Вы работаете с детьми, а подскажите, как научиться видеть прекрасное детям? Ой, дети все сами видят прекрасно, их не нужно этому учить. Это я у них учусь очень часто их смелости и какой-то взрослой наивности. Часто бывает так, что творческие люди не полностью себя реализуют. Скажите, а как это происходит у вас? Вы довольны своей самореализацией в творческом плане? Нет, я тоже отношусь к страдающим. Я тоже недовольна собой, потому что всегда есть какая-то точка, какой-то пункт, которую перед собой ставишь и к нему идешь. А в реальности получается, что руки этого не дотягивают, мозг тоже не добегает. И все время недовольна собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!